И все привет, ребят, с вами Сербайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы с вами будем обозревать новый обновленный защитник. Еще неделю назад его апнули на 70% брони, если я не ошибаюсь, с 30, но уже сегодня этот защитник стал еще сильнее, с 70% дополнительной брони до 80, он был апнут. И сегодня я буду тестировать этот замечательный дрон на вот такой вот интересной комбинации, которую мне уже советовали протестировать в предыдущем видеоролике с защитником, но в нем у меня была немножко другая идея, другая комбинация, поэтому сегодня будем пробовать смотреть, что у нас из этого всего дела получится. Хантера Жига, Жига с подавлением, плюс защитник, плюс корпус, который может хорошо на прожималове разыграть ситуацию, посмотрим, насколько эффективно это сочетание, посмотрим, насколько получится его хорошо реализовать, пикаем, конечно же, дефолтный захват флага, ну и посмотрим, что у нас из этого всего получится. Ну а вы обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, если вам нравится, если вам нравятся обзоры на дроны, также не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и не забывайте про то, что прямо сейчас по моему личному тегу в настройках игры, который можно установить в аккаунтике, по моему личному тегу, тегу Тимпе, проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч тонкоинов, поэтому если вы еще до сих пор не участвуете, оформляйте покупочку, оформляйте, вернее, сначала тег, потом оформляйте покупочку, спускайтесь в описании, заполняйте форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Так, ну а я в свою очередь уже запикиваюсь в каточку, меня закидывает на, ну, наверное, не самую лучшую карту для реализации этого вооружения, но будем пробовать, будем смотреть на защитника, посмотрим, насколько он вообще будет меня сэвить, будем правильно пытаться проживать расходку. Вообще, в принципе, очень эффективно работает защитник с продувами, так как продувам особо сильно не нужен дополнительный урон, поэтому все работает максимально эффективно, ну и посмотрим, насколько сильно будет сэвить нас еще дополнительно этот защитник, это броня дополнительная, да, насколько будет это хорошо и эффективно работать все дело. Так, ну и также будем стараться увозить флаги у противника, да, но дефить я особо сильно не хочу, поэтому, если что, мы будем пытаться выпушивать и пытаться что-то, что-то, что-то вот так и показывать интересное. Так, бека-молния у нас тут есть, давайте попробуем его слить, давайте попробуем забрать данных молодых людей, так, ну и можно еще дополнительно попробовать на подпушинге. Очень эффективно работает у нас как раз-таки жига с подавой, поэтому будем пробовать выключать дроны противнику, ну и главное, конечно, можно было бы здесь на подборчике сыграть, конечно, но чуточку-чуточку я не успел раздать полную расходочку. Так, счет у нас пока 0-0, противник флаги не увозит, здесь какие-то жойстики играют против на Теслах, надо будет, возможно, поменять реван-резист, пока что, конечно, особо быстро торопиться не будем. А то, а то, а то, а то, можно немножечко себе привести здесь, да, к контентику. Так, противник опять увозит флаг у нас, попытаемся, наверное, через центр все это дело обрезать, а, его уже вернули. Очень много Тесел, если честно, против, да, нам надо точно будет резист здесь от Теслочки взять. Так, и что нам еще лучше здесь взять, мамонта этого мы сливаем, шафтов, я вижу, 3 штуки есть у противника. Так, Тесла, значит, шафт, наш тиммейт увозит, не увозит, где он? Где флаг? Там флаг снизу, его возвращают, да. Так, Тесла, шафт, что у нас тут еще интересного можно взять? Гаусс, нет, Гаусс точно нет, рельса тоже нет. По идее, нам бы по-хорошему взять что-нибудь, оп, а этот паладинчик поражался, я уже подумал, что это не паладин поражался, это в меня Оуди нажали. Так, пробуем аккуратно уезжать, аккуратно, защитник, кстати, сейвит, очень хорошо сейвит. Так, противник пытается увозить флаг у нас налево, делаем скидочку от тиммейта, ну и пытаемся ехать под возвратик. Правильно, прожимаем расходку, чтобы можно было прожать сразу фулл припасы. Ну и пытаемся на накидочке въезжать уже в оппонента, который тут стоит. Оуди добавляю, возвратик, по идее, по идее, по идее, боже, как долго труп сейвит, возвращаю, четко. Пойдет, пойдет, 1-0, открываем счет в этой встрече. Пока что защитник показывает себя очень круто, если честно. Если предыдущий тест его мне особо сильно не зашел и не понравился, то сейчас я вижу в нем потенциал. Вижу потенциал, вижу то, что это может реально работать и то, что по-хорошему нам бы просто нужно иметь пушечку, да, и комбинацию, которой не надо супер быстро двигаться, да, и которая уже без дополнительного урона хорошо работает. То есть, например, Хантарожика под эти параметры подходит, единственное, только, ну, в моменте скорости, конечно, маловато, в моменте скорости бы лишнее бы этой комбинации бы точно не помешало. Поэтому, возможно, стоит тогда использовать это вооружение на как раз-таки каком-нибудь харьке или васпе, да, то есть на легком корпусе. Тогда бы, может быть, это бы смотрелось бы еще бы комбина сильнее, достойнее и интереснее. Так, мамонт от меня так сильно бежит, тоже готов вниз упасть, чтобы я просто его не забрал. Так, ну и у нас тесел, много тесел против. Шафт, тесла, да, и от чего я еще могу взять рез? Гаусс, вижу там гаусс, давайте возьму такой резистик. Шафт, тесла, шафт, гаусс, тесла. Тесел там довольно много, поэтому мне как раз в упоре резист от них пригодится. Так, ну и у нас проходит 5 минут, 5 минут каточки. Попробуем, если что, даже может быть здесь досрочку сделать в этом бою. Так, у нас есть противник играет с иммункой от подавления. Неплохой выбор, играет с иммункой от подавления на сегодняшний день. Работает эффективно. Так, ну и у нас по ощущениям 4-0 уже. Хорошо разваливаем, хорошо летим. Команду нам тоже напикало такую прям очень сильную, говорят, что здесь ребята группы играют. Так, ну и самое крутое, это защитникам ездить по минкам. То есть вот сейчас вот здесь вот молодой человек. А, понял, понял. Я думал, он милы тут наставил. Он просто меня берет и овердрайв нажимает. Понял, принял, обработал. Так, оверку жать не хочу, просто соло в одного. Поэтому чуть-чуть поживем и попробуем зайти еще раз. Защитник, наверное, не тот самый дрон, за счет которого можно зарабатывать большое количество очков дополнительных, да. Но это тот дрон, который может точно помочь на возвратах, на выживании против большого количества противника, да. И это тот дрон, с которым как раз-таки у вас будет отличная возможность чуть дольше пожить и чуть больше выиграть моментов игровых, да. В которых вам нужно, там, например, увезти флаг, там, задефить флаг. Да, то есть это будет все дело в этом плане неплохо работать. Так, скидочка происходит. У меня брони нет. О, броня появляется, когда все припасы раздал. Так, ну и пытаемся через центр. Здесь мне немножечко... А, нет, нормально. Ух, нормально! Нифига себе! Это что такое? Как мне так минусуешь жестко? У меня же не хантер с облегчением. Ничего себе мне в бочину прилетела, не кислая такая плюшка. Так, ну ладно. Давайте попробуем еще задефить оппонентиков, которые тут заходят к нам на базу. Чуть-чуть так чисто на аккуратных движениях поделаем что-то. Так, ну и вообще хантер-оверку мог там тоже раздавать. Не сейвить ее. Потому что там на хантере овердрайв копится довольно быстро. Поэтому, в принципе, особо держать его большого смысла нет. Так, вот какая-то летит. По ощущениям она на меня должна была лететь, да? Не знаю, короче, в кого она летела. Ну, ладно. 6-0. Наши тиммейты, походу, закрывают эту игру. Походу, закрывают. Последний флаг у нас остается. Ну и я могу сказать, что ап чувствуется. Даже вот эти вот 10% они чувствуются. Реально чувствуются. Защитничек, по ощущениям, еще плюс какой-нибудь дополнительной десяточкой. Теория может вернуться. Может вернуться в наш балансик. Замечательный и вкусный. Так, я пока что попытаюсь объехать здесь через центрик. Может даже овердрайв нажму. Или не буду жать. По идее, здесь особо сильно жать не нужно. А вот здесь вот, а вот здесь вот давайте нажмем. Вот так вот нажмем. До второго я дотянулся. А, его слили, хорошо. Так, и наш тиммейт ставит седьмой... Ой, ну да. Седьмой флаг-жо-чи-чек. Ставит или не ставит? Должен кайдей ставить. Он уже в доставке стоит. А, троллит что ли? Троллит оппонента. Противник уже в киллзону падает. Чтобы его не слили. Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Что я могу сказать? Неплохо. 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 Очень неплохо смотрится именно Ханта Рожига с защитником новым обновленным. То есть, у вас теперь есть возможность на защитники дополнительно подсейвиться. Да, если, например, сравнить 80% дополнительную защиту на защитники, то Кризис имеет у нас дополнительно 90%. Только он имеет одного припаса, да? А здесь вы имеете на постоянной основе плюс 80%. То есть, это выглядит очень и очень интересно. Попробую покатать чуть побольше на защитнике. Посмотреть, как он себя покажет на расстоянии. Но это все равно дрон, который зациклен больше под ближние бои. Под легкие какие-то быстрые комбинации. Да, например, под Воспа, под Хорната какого-нибудь. Под Хопера того же, да? Под именно доставки мечей, доставки флагов, доставки флагов в штурме за атаку. И также это не дрон, который может дополнительно приносить большое количество очков. Да, то есть, с ним вы будете делать доставки. Но, если судить с точки зрения набора очков, то на сегодняшний день все-таки за флаги, за мечи дают не так много, как дают за киллы. И поэтому здесь уже исключительно ваш выбор. Что вы хотите? Сыграть на победу? Доставить флаги? Выиграть бой, либо же вы хотите просто покемперить с каким-нибудь другим дроном и позарабатывать очки за счет набора силов и уничтожения противника. Пишите, что вы думаете по поводу этого защитника. Обязательно поддерживайте данное видео с лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.